Творческая группа Самоздат Сергей Волчок В бой идут Аудиокнига создана с разрешения автора Глава первая Ну вот и все, Дмитрий Валентинович, вот и кончилась твоя жизнь, думал я, трясясь в такси на проселочной дороге. Жизнь кончилась, началось доживание. Таксистской зубы что-то бурчал про подвеску, обруливая по обочине очередную циклопических размеров лужу. Я молча глядел в окно на моросящий дождь, поддерживать разговор не было ни сил, ни желания. Все решено, все сделано. Пути назад нет. Весь мой нехитрый скарб трясется в чемодане в багажнике. С собой только лекарства, документы и немного наличных денег. Содержимое нагрудного кармана да чемодан, вот и все, что осталось у меня от прежней жизни. Что смог из вещей продал. Оставшийся хлам был отдан на разграбление таджику-дворнику Миши. И тот, чрезвычайно довольный таким положением дел, освободил бывшую мою квартиру от мебели и вещей стахановскими темпами. Даже если захочешь, уже не переиграешь. Мосты сожжены. Договор подписан. Теперь АО «Фортинбрас» обязуется в обмен на мои скромные квадратные метры в спальном районе обеспечить мне пожизненное комфортное доживание в своем доме престарелых. Со всяными кашками по утрам, врачебным присмотром и компанией, таких же как я, старых пеньков. Последнее обстоятельство и стало решающим. Обслуживать себя, несмотря на 73 года, я был еще вполне в состоянии. Хотя с каждым годом это и становилось все проблемнее. Но я не жаловался. Прожив практически всю свою жизнь одиноким холостяком, все эти готовки, уборки я делал на автомате, как робот, выполняя давно заученные действия. Одиночество. Вот что достало меня до зубного скрежета. Пенсионер, особенно пенсионер без семьи в сегодняшнем мире, обречен на тотальное, полное и беспросветное одиночество. Моя жизнь в последние годы практически ничем не отличалась от злоключений несчастного Робинзона Круза. Я, собственно, и был Робинзоном, только проживающим не на острове, а в многолюдном городе. И от того, что моя Робинзонада протекала среди огромного людского столпотворения, она была особенно тягостной. Посудите сами. Семьи у меня, почитай, что никогда не было. С немногочисленными дальними родственниками я отношений никогда не поддерживал, а всех своих друзей уже проводил туда, куда скоро отправлюсь сам. Мужики в России долго не живут. Не случайно средняя продолжительность жизни у нашего брата практически совпадает с пенсионным возрастом. Это я что-то задержался на этом свете. А с кем еще общаться? Соседи по лестничной клетке, столкнувшись в коридоре, в лучшем случае буркали под нос. Дрась! И торопливо отщелкивались от меня стальными дверями. Даже с пережившими своих мужей бабками-ровестницами не поговоришь. Старушки перестали выходить во двор еще при Путине, если мне память не изменяет. Да, точно. Где-то лет сорок назад пришел конец знаменитым пенсионерским посиделкам на лавочках у подъезда. Тогда сериалы про тяжелую долю разнообразных кармелит и татьян выиграли эту эпическую битву и навсегда отвлекли старушек от обсуждений какой-нибудь лиски шалавы, которая, смотрите, бабоньки, очередного кобеля к себе повела. Меня же, к несчастью от всех этих сериалов, ток-шоу и аналитических программ, натурально тошнило. Поэтому долбоящик я включал только дважды в сутки, на утренние и вечерние новости. Виртуал с его бесконечными разборками, котиками и навязчиво загружаемой в голову рекламой не привлекал меня даже в молодые годы. Так что за интернет я перестал платить сразу после выхода на пенсию, избавившего меня от необходимости пользоваться электронной почтой. Одно время спасали старые друзья – книги. Но и они потихоньку начали предавать. Старые были читаны-перечитаны, а покупка новых приносила разочарование за разочарованием. То ли авторы писать в конец разучились, то ли я безнадежно устарел. Да и цены на книги сейчас не под мою вполне среднестатистическую пенсию. Одно время думал собаку завести, но поразмыслив, отказался от этой идеи. Возраст уже не тот. А ну-ка помру, что с животиной дальше будет? В общем, как ни крути, а социальный тип ты получаешься, Дмитрий Валентинович. От ежевечерней тоски и безделья я даже попытался устроиться на какую-нибудь непритязательную работу. Не столько из-за денег, сколько из-за хоть какого-то общения. Но после первого же звонка меня натурально подняли на смех, едва я заикнулся о своем возрасте. Аксти, дед, ты что, телевизор не смотришь? Безработица во всем мире лютует. Главная проблема – столетие. Сейчас народ и курьером за копейки бегает за счастье, почитает. Полстраны на пособии сидит. Повезло тебе. Выработал себе пенсию. Так сиди дома и радуйся. В общем, после нескольких лет тоскливого разглядывания стен бесконечными вечерами плюнул я и согласился на предложение Фортенбраса. Благо их рекламные буклеты распихивали в почтовые ящики, похожие всем пенсионерам города. Тоже, конечно, ничего хорошего. Ну, кому понравится доживать свой век в богадельне? Но тут уж родной винить кроме себя некого. Не заслужил ты, видать, Дмитрий Валентинович, ни заботливых детей, ни крикливых внуков, ни общесемейных праздников за большим столом. Прожил жизнь один? Ну и не жалуйся. А что, одиночество мое не по моей вине случилось? Жизнь так сложилась. Так кому это интересно? Привычка вести беседы с самим собой появилась у меня во время тех самых бесконечных вечеров, и диалог этот мог затянуться надолго. Но его, слава богу, пресек таксист, сообщивший. Все, дед, приехали. Выгружайся. Вот она твоя, Тихая Гавань. Мой новый дом на всю оставшуюся жизнь. Возрастной пансионат Тихая Гавань, как его политкорректно именовали в документах, очень напоминал советский санаторий, из которого, скорее всего, и был переделан. Все те же фикусы в катках в холле, ковровые дорожки в коридорах и неистребимый запах кухни. Правда, персонал был куда более приветлив. Охранник сразу принял из рук таксиста мой чемодан, терпеливо придерживал дверь, пока я шаркал ногами, пробираясь вовнутрь, после чего приветливо поздоровался и едва не под ручку отвел к директору. Директор, Алифтина Семеновна Черноиванова, тоже казалась реликтом советских времен. Дородная, крепкая женщина лет сорока, затянутая в строгий твидовый костюм и с невообразимой сложности прической, щедро залитой лаком. Сегодня такого стиля придерживались разве что заведующие РАИНО, служащие областной администрацией с большим стажем работы, да некоторые функционерши партия Единая Россия. Мы с ней уже неоднократно общались по телефону, последний раз не далее, чем вчера, поэтому моему появлению она нисколько не удивилась. Как я и предполагал, директорша разразилась длинной прочувствованной речью про то, как они рады появлению нового постояльца, как мне повезло и какой у них прекрасный трудовой коллектив. Я сразу заскучал и уже подумывал намекнуть, мол, устал с дороги и не отказался бы отбыть в свои новые апартаменты. Но тут директорша вдруг отвлеклась от заученных строк и перешла к новой и несколько неожиданной теме. Дмитрий Валентинович, а у меня для вас сюрприз. Я ведь не случайно попросил о вас приехать сегодня, а не в понедельник, как вы хотели. Скажите, пожалуйста, вы слышали что-нибудь о социальной программе «Вторая молодость»?